Всем привет, с вами Натбар, и вы смотрите, нет, не серию по игре Трансфорд Фивер, вернее, серию по игре Трансфорд Фивер, но не прохождение, это бонусная серия, скажем так, которая возникла у меня в голове после прочтения ваших комментариев. О чем будет эта небольшая вставочка? Во мне проснулся дух исследователя, и мне стало интересно проверить, какой из поездов будет наиболее выгоден на данном маршруте. Видите, тут есть небольшая особенность для тех, кто вдруг не понимает вообще, что сейчас происходит, значит, я проложил маршрут поезда от нефтеперерабатывающего завода в город, то есть этот поезд занимается перевозкой топлива. Он достаточно слабый, и ему тяжеловато сюда в горку ползти. Его максимальную скорость ограничивает и сам локомотив, который максимум может ехать 50 км в час, и вот эти вот вагончики, которые тоже максимум могут гонять всего лишь 50 км в час. На основании своего опыта я решил выбрать именно этот поезд, потому что мне показалось, что он будет наименее убыточен из всех. Его обслуживание стоит не очень дорого, мне не нужно брать кредит, чтобы его купить. В общем, одни плюсы, на первый взгляд, однако. Было еще несколько вариантов по покупке локомотивчика и составлении этого состава. Значит, что можно было сделать? Два варианта еще, было даже три на самом деле, но два тех основных, о которых вы написали в комментариях, и третий я добавлю еще от себя, который тоже потенциально может быть весьма интересным. Значит так, вариант альтернативный первый. Поставить все-таки дорогой локомотив, который может развивать скорость 60 км в час. Напомню, что его будут все равно ограничивать грузовые вагончики, которые могут идти максимум 50. Когда появятся следующие, которые могут гонять уже больше, я не знаю, может быть через три года, может быть через год. И этот ролик вообще напрасный, я не знаю. Так или иначе, будет в любом случае интересно проверить, какой из них, кстати, давайте я стопну время, чтобы оно не шло, какой из них будет максимально выгоден из этих поездов. Попытаемся добиться такого количества вагонов, которое будет у нас даже на среднем уровне тащить 50 км в час. Я думаю, что это очень даже хорошо, кстати, тут можно так его вытянуть, что он, ну вот, вот это вот уже неплохо, через 4 минуты или 2 км он достигнет максимальной скорости своей в 50 км в час. Или вот, 204 метра, 50 км в час, вместимость 140. Вот этот вот поезд, он на самом деле должен быть, по идее, неплохим. Посмотрим другой вариант. Например, сделать сцепку из двух локомотивов паровых. Так, я поставил вот этот Preus, кстати, у нас первый локомотивчик уже пропал. Два Preus G3 будет, вот такие вот, и тоже нацепим на них очень много грузовых вагонов. Это мне обойдется в меньшую сумму, что ты скажешь уже. Ну вот приблизительно то же самое, кстати говоря, вот мы добились 100 вместимость. Короче, да, вот где-то так в 2 раза больше вместимость у него, и посредственно на средние 50, на высокие, соответственно, 28. То есть он, по идее, и идти должен быстрее, и вмещать должен в себя больше, при этом стоит он меньше, чем тот первый вариант, который я только что вам показывал, но и вмещает меньше. И третий теперь вариант, о котором стоит поговорить, который мне в голову пришел. Тут есть еще такой вот Т3, у которого вообще предельная скорость 40 км в час. Однако он может именно на этом конкретном маршруте показать неплохие результаты. То есть он явно потянет намного больше этих вагончиков. Вот, пожалуйста, у него 120, и до сих пор хорошо. 130, и вот сейчас посредственно... Все еще 40, смотрите кака. 170, и вот наконец-то сделалась просадочка. Короче, в плане вместимости, вот этот вот поезд, по-моему, будет самый крутой. Из двух сцепок менее быстрых поездов, но по идее они более грузоподъемные. А расходы приблизительно такие же будут, как и на самый первый вариант, может быть, чуть больше. Ну и вести он может больше, зато медленней. Короче, вариантов много. Теперь когда... Да, друзья, все равно я сейчас на серии буду переделывать. Тут что нужно сделать было по-хорошему. Не знаю, писал ли мне кто-то из вас уже об этом, да я просто тупанул. Ну, опять-таки, тут нужно поставить промежуточных немножко семафоров на расстоянии вытянутого поезда, скажем так. Для того, чтобы... Они ожидали не в самом начале пути, если поезд вдруг в конце пути этого есть, а немного как бы растягивались по этой ветке. Ну, в общем, идею вы поняли. Сейчас, если поезд находится тут, то тот будет стоять. А теперь, получается, я добавил больше промежуточных таких вещей и должно быть лучше. Короче, все, с этим мы справились. Теперь давайте смотреть, что там по деньгам в итоге получается, например, у этого поезда текущего. Так, финансы. Нужно подождать какое-то время, я думаю, что мы с вами подождем, пока наберется таких вот штук, наверное, 5 или 6, для того, чтобы было более репрезентативно, да, потому что тут большая погрешность все-таки есть. У него интервал движений немножко неровный. Значит так, я тут посмотрел уже, вроде бы выровнялась плюс-минус за последние года расходы на этот поезд и доходы его. Получается, расходы составляют 385, доходы 557, это разница где-то 172 тысячи. В общем, по этому локомотиву мне все понятно. Осталось посмотреть, сколько он мне изначально стоил, это раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать у него, нет, одиннадцать вагонов и сам локомотив. Для чего посмотреть, для того, чтобы я мог понимать, сколько я потеряю на его амортизации, это тоже нужно учитывать. Короче, доходы 172 тысячи в год и плюс считаем, сколько я буду терять, в принципе, денег на, ну, потому что он будет ноль стоить, к окончанию своего срока эксплуатации. Изначально он мне стоил 2 миллиона 330 тысяч. Ух, хотел бы я это где-то записать и, наверное, запишу. Кстати, то, что я вам тут показываю, это в целом означает то, что он мне окупится за 14 лет, получается, за 13,5 с учетом его стоимости и с учетом его доходов ежегодных. Это, если не считать, при этом расходы на инфраструктуру, то есть на рельсы, на станцию, которые тоже что-то стоят, но, ну, давайте в данном случае этим будем пренебрегать, потому что получится реально тяжеловато потом считать. Все будут в равных условиях. Короче, этот я удаляю, сейчас, наверное, придется мне взять кредит, чтобы купить поезд подороже, а, может быть, мне удастся просто заменить этот, который и так... Как раз он сейчас едет, да, на станцию за грузом, отлично. Тут сейчас 182 единицы топлива накоплено. Я не знаю, сможет ли завод отдавать больше, если у нас будет более вместительный поезд, это же тоже важный вопрос. Будем надеяться, что сможет. Я думаю, что мы его сейчас поменяем с вами на сцепку из двух таких поездов. Это будет вариант номер два. Значит так, что мне нужно сделать? Мне нужно выбрать тут транспорт, это линия 1, я не успел ее даже переименовать, и мы его меняем. Меняем на два таких паровых поезда, вот так вот. Это просто мне дешевле сейчас обойдется, поэтому меньше денег я потрачу. И грузовых вагончиков добавляем. Было 55 вместимость, попробуем 110 поставить и посмотрим на... Да настолько же хорошо он и работает. Ну это понятно, вдвое больше мощности, вдвое больше локомотивов, вдвое больше вагончиков. Вдвое больше расходов, ну короче всего вдвое больше, я думаю тут понятно все. Но, мы же хотим добиться такого результата, чтобы он с хорошей скоростью пер в гору, правильно? Поэтому я немного вагончиков отсеку, так чтобы мы добились результата, чтобы он, например, на высокой... На высоких горбах тоже давал неплохую скорость. Это, например, вместимость, пусть у него будет, не знаю, 85. Сейчас разные варианты будем смотреть. И разгоняться он будет быстрее, кстати, с таким количеством. Ну приблизительно это в полтора раза больше вагончиков. В общем, все мы видим. Стоимость я тоже записываю. 3 миллиона 787 тысяч, я округляю. Да, 80 вместимость, нормально. Все, теперь это выглядит вот так. Посмотрим на этот вариант. Сейчас он загрузится. Как раз идеально получилось. Мне тоже придется за кадром подождать, я думаю, лет 5, пока он, в общем, все это обслужит. И кроме того, нужно, конечно же, следить и за тем, чтобы тут на станции для него было достаточное количество груза. Но из того, что я вижу на данный момент, то вроде бы у нас всего хватает. По длине поезда я не посмотрел, сколько длина поезда. Но, по идее, должно влезать? Просто ради интереса, там, где тот поезд ехал 13 километров в час, 12-13, этот едет 17. Ну да, существенная разница, ничего не скажешь. Даже в 8, ну тут уже начал разгоняться, да, тут тоже разгонялся. Но этот будет намного больше приносить денег, и интервал его движения будет меньше, это тоже важно понимать. Поэтому будем смотреть. Так, ну на самом деле, по этому поезду мне тоже все предельно уже понятно. Доходы у него каждый раз будут одни и те же расходы, и, конечно же, тоже одни и те же. Давайте посмотрим, что это за цифры более конкретно. Значит, расходы 623 тысячи, доходы 801. Это 178 тысяч в год прибыли. Ну, вроде как неплохо. Но, учитывая его стоимость, мы получаем окупаемость более чем 21 год. И это если кредит не брать. Мне кажется, с учетом того, что разница прибыли между этим поездом и предыдущим всего лишь 6000 в год, то этот абсолютно не имеет никакого смысла. Проверим теперь еще один вариант, а именно с более новым локомотивом, который может развивать скорость 60 км в час. Итак, снова выбираем нужную мне веточку, линия 1, и меняем поезд. Меняем его на следующее. Это будет паровой поезд. Может быть, даже кредит придется брать, но это не имеет значения. Все равно этот сейф у меня не будет использоваться. Это так. Чистая условность. Получается, теперь смотрите как. Этот поезд при той же скорости, по неровной местности, то есть 30 км в час, как и предыдущий, может вести больше. 115 единиц вместимости. Почему я сохраняю вот эти 30 км в час? Потому что, ну, нам же нужно все-таки, чтобы быстрее поезд ходил. Да, мы все пришли к выводу, что 12-13 км в час это очень медленно. Даже 18 это уже в полтора раза быстрее, поэтому это важно. Будем, значит, использовать такую длину, 170 метров поезд. Заменить, у меня даже денег стоит его заменить, это круто. Посмотрим, теперь вот такой вот вариант, я запишу его стоимость. 4 млн 982 тысячи, опять же, округляя. Заменить. Вот он, красавчик, такой обтекаемый, это тот пассажирский у меня точно так же ходит. И включаем снова поездочку. Я удлинил станцию очень сильно, на ней должно накопиться... А, вот видите, в чем еще проблема? На ней теперь не накапливается вовремя нужное количество ресурсов. Несмотря на то, что завод уже третьего уровня, то есть он производит очень быстро продукцию. Может быть, кораблики не успеют. Кораблики успевают подвозить более чем. То есть они максимум забирают с этого завода. Видите, транспортировка 100%. Завод отдает все, что может принять нефтеперерабатывающий завод. А нефтеперерабатывающий завод отдает все, что нужно городам. Тут еще немного лежит. Но тут правильно оно лежит, это же для города нужно. Посмотрим, кстати говоря, насколько хорошо мы тут снабжаем. 90% почти максимум, а здесь... 70%. Ну, это я на серии уже потом буду смотреть. Пока что, в принципе, мне все понятно. Так, тем не менее, поезд на 115 единиц загрузился. Это хорошо. Успеет ли он, правда, на втором? За второй раз загрузиться на 115? Я не уверен. Я не уверен, потому что загрузиться оно будет долго. Так, вот еще важный вопрос по поводу того, успевает ли накапливаться нужное количество топлива, а его не успевает накапливаться. То есть в данном случае этот поезд будет просто простаивать, потому что завод не успевает отдавать нужное количество топлива. А больше он отдавать не может, ну потому что не может. Ха, это интересная особенность. То есть поезд пока туда-обратно прокатился, то мне создалось где-то 70 единиц топлива. Короче, вы понимаете, к чему я клоню? Ну, наверное, весь наш тест сейчас очень быстро закончится. Я так приблизительно смогу все равно оценить доходы-расходы по вот этому показателю, 170 тысяч. Но давайте еще годик подождем, чтобы выровнялись расходы, потому что расходы тоже могли чуть-чуть скорректироваться, еще захватив предыдущий поезд. И тогда нам будет на 100% понятно, как много потенциально, да, мы могли бы на нем зарабатывать, как много терять. Да, я мог бы меньше вагонов поставить на этот поезд. Ну, я боюсь, тогда он будет вообще не выгоден, но мы и это тоже с вами проверим. Короче, по этому поезду получается следующее, что при ожидании в одну минуту, и приезжая на станцию, он максимум загружается, вот вы видите, насколько. Да, тут можно приблизительно прикинуть, но из-за этого и интервал движения сбивается, и будет тяжело посчитать, на мой взгляд. Вот так вот я могу немного увеличить, то есть я думаю, он даже не успеет до конца этого года дойти до следующей станции, и поэтому мы не сможем правильно оценить, насколько много он может привезти. Предыдущий возил по 80 единиц груза, этот возит по 115, это реально много, 80 еще как бы окей, как раз вот он и дождался здесь за одну минуту 85. Поэтому я принимаю решение сократить количество вагонов в этом поезде до меньше чем 85, я думаю, до 80 опять же, чтобы он не ожидал, и мы таким образом сможем лучше понимать, как много он может загрузить, и таким образом мы получим тот правильный результат, который будет актуален именно в текущее время. Пока еще в город больше топлива в принципе не нужно. Какие-то деньги принес, но в общем эти результаты мы учитывать не будем, просто потому, что не получается загрузить его пока что на полную катушку, нам такие большие поезда не нужны. Поэтому меняем его на немножко другой, на точно такой же, только с меньшим количеством вагончиков. Ну вот так, 80 вместимости, я думаю, что это нормально как раз будет, чтобы долго он там не ждал, еще меньше это 75, но думаю, что это уже совсем мало. Вот 80 как у предыдущего, как у сцепочки, как раз можем сравнить с учетом стоимости, а стоимость у них приблизительно равна при этом, будет интересно посмотреть. Ну в общем, все достаточно предсказуемо, результаты по типу того, что было у сцепочки перед этим, доходы у него вышли на 801 тысячу, а расходы на 622 тысячи, это получается 172 тысячи в год чистой прибыли, или окупаемость чуть больше, чем за 22 года. Плюс ко всему, тоже есть нюансы по этому поезду, из-за того, что он намного быстрее, чем предыдущие все поезда, особенно на горочке, то он не успевает дождаться полностью всего груза, то есть там накапливается около 70. В будущем, конечно же, завод будет отдавать больше, потому что у города вырастут потребности. Тут в этой игре завод отдает ровно столько, сколько требует город, это важно понимать. Наверное, сцепочку проверять из двух медленных поездов я не буду, просто потому, что она не имеет никакого смысла. Почему не имеет? Потому что их можно нагрузить, конечно, очень большим количеством вагончиков, я показывал, там что-то около 180, по-моему, мы добивались, но вся проблема в том, что такое большое количество топлива не будет успевать накапливаться на станции. Поэтому имеем то, что имеем. Давайте я еще раз подведу такой мини-итог того, что мы в итоге получили. Мы получили следующее. У самого первого поезда была чистая прибыль 172 тысячи, и окупаемость, таким образом, за 13,5 лет. Там, где сцепка из двух, у него прибыль чистая 178 тысяч. Это больше получается, это, конечно же, плюс. И окупаемость за 21 год. Вроде как прибыль больше, но и поезд будет окупаться намного дольше. У него реально стоимость на полтора миллиона больше, чем у того, который взял я. И у третьего поезда чистая прибыль в год получается 179 тысяч. Вы спросите, как так больше получается, если первый, если вместимость у него и у первого одинаковая, а так получается из-за того, что интервал движения у вот этого последнего поезда чуть меньше. Поэтому как-то так. Получается 179 тысяч в год чистая прибыль. За 22 года таким образом он окупится, потому что он стоит чуть-чуть дороже, чем все-таки сцепочка из двух поездов изначальных. Вывод какой я хочу сделать. На самом деле все варианты прибыльные, все варианты хорошие, но я остановлюсь на первом варианте, на своем, который был изначально, потому что, ну зато не в кредит, я так вам скажу. Реально, мне кажется, что за 13 с половиной лет он окупится, я куплю через такое время уже следующий поезд, который будет намного лучше всего, что мы сегодня с вами осмотрели. Поэтому как-то так, друзья мои. Я думаю, что этот мини-эпизодик, я надеюсь, он будет все-таки мини, потому что мне не было в планах его затягивать, для вас, по крайней мере, хотя ждал я сам очень долго, можете поверить мне на слово. Интервал у этого поезда дичайший, но в любом случае, тем, кто это посмотрел, большое спасибо, увидимся уже на прохождении в следующей серии.